Я действительно почувствовала, как откликаюсь на то, что ты сказал. И моя речь тоже будет похожа, она касается тех же самых предметов, вопросов. Я начала свою работу терапевтом и свое обучение более 45 лет назад. Я была очень сильно увлечена всем, что я открывала и что изучала. Я думала, что психотерапия была единственным путем для людей трансформировать, изменить свои жизни, так же, как это произошло со мной. Но это было 40-50 лет назад. И сегодня ситуация в мире изменилась. В 1968 году мне было 20 лет. И в то время мы хотели, чтобы мир поменялся. И да, он поменялся, он очень сильно поменялся. Но не так, как мы себе это наивно представляли. И я все еще думаю, что внутренняя работа абсолютно необходима для того, чтобы очищать, прояснять нашу личность, раскрывать ее и брать на себя ответственность за нашу тюнивую часть, для того, чтобы яснее видеть динамику нашего эго и, давайте скажем, в общем, для того, чтобы становиться более хорошим, более достойным человеком. И об этом будет первая часть моего выступления. Но кроме нашей ответственности за внутреннюю работу, которую мы осуществляем по взращиванию своей осознанности, нам также необходимо совершать коллективные и совместные действия для того, чтобы влиять на общество и на планету. Людям необходимо найти способы, чтобы обнаружить свою внутреннюю связь с духовным измерением и между друг другом, между собой и природой. Нам всем необходимо стать ткачами. Я разовью эту мысль во второй части своего выступления. И таким образом, трансперсональная может занять свое место и внести свой вклад в трансформацию людей и человечества. И об этом будет третий пункт моего доклада. Итак, о внутренней работе. На протяжении всей жизни мы проходим разные этапы развития. В детстве нам необходимо сконструировать свою личную идентичность и кем-то стать. Затем мы становимся взрослыми. И нам необходимо достичь своей личной реализации посредством наших занятий, нашего обучения, профессиональной деятельности, создания или не создания семьи, выражения себя в различных сферах, таких как… И в первую половину нашей жизни обычно мы больше сфокусированы на том, что мы хотим получить от жизни для того, чтобы стать счастливыми. Но до тех пор, пока наша жизнь будет направляться нашим эго, мы в беде. И это касается каждого из нас, в зависимости от того, насколько нам удалось развить нашу осознанность. Я полагаю, что основы насилия, которые мы встречаем в мире, современные формы рабства, истощение ресурсов, разрушение природы и планеты, такими разными способами, имеют корни в каждом из нас. Тень, которая живет в каждом из нас, если нам не удастся стать более осознанными в отношении нашей тени, мы будем проецировать ее на внешний мир и становиться причиной насилия, которые мы сами наблюдаем во внешнем мире. Очень важно, чтобы человеческие существа становились более осознанными в отношении того, кто они есть на самом деле, в отношении своих задач и раскрывали скрытое, не стараясь оправдать его какими-то заумными размышлениями и рационализациями. Неотъемлемо ощущение небезопасности для эго и на протяжении всей нашей жизни. Наше эго пытается найти какую-либо форму безопасности. По этой причине очень рано в жизни мы начинаем задумываться о том, как защитить себя от того, с чем мы сталкиваемся в жизни и для того, чтобы получить то, что нам нужно, или избежать того, что причиняет нам боль. И вследствие этого основного базового дисбаланса, которому приводит нас эго, человеческие существа всегда стараются получить все больше, больше, больше власти, больше денег, больше успеха, или стать чем-то больше, более прекрасным, более привлекательным, более сильным. И это не потому, что в этом заключается наша основная базовая потребность, но в попытке почувствовать себя в большей безопасности. И, конечно, это никогда не срабатывает. Все эти эго будут стараться все сильнее и сильнее, но это не будет приводить к облегчению. И эта ненасытная борьба, погоня за чем-то не прекратится. В психотерапии, которая не является трансперсонально ориентированной, мы очень часто слышим о том, что важно помочь клиентам стать более сильными, более здоровыми, для того, чтобы у них развилось более стабильное эго. Возможно ли это? Я думаю, что в определенном смысле да. Но, конечно, мы можем укрепить эго и сделать его более осознанным. И это более здоровое и более осознанное эго покажет нам, например, как мы можем улучшить определенные сферы нашей жизни. Оно укажет нам на наши ошибки и покажет нам возможности исправить наше поведение, исправить, улучшить способ функционирования, которым мы пользуемся. Но я полагаю, что даже если развитие нашего эго поможет нам стать более прекрасным человеком, эго все еще там, оно все еще связано с ранами нашего внутреннего ребенка, и оно никогда не прекратит свою гонку. В других формах психотерапии, какова бы ни была их эффективность, состояние эго в базовом смысле будет сохраняться прежде. Эго будет занимать главенствующую роль, как писал Джон Уэлвуд в своей книге «Психология пробуждения». И мир будет все еще руководим эго разных людей, которым необходимо будет всего лишь спасти себя или свою нацию, или своих собратьев, или свои компании. И на самом деле ничего не поменяется. Мы продолжим попадать в виду и воссоздавать общество, которое у нас есть сегодня. Поэтому, на мой взгляд, трансперсиональная психотерапия необходима, особенно если мы будем задумываться не о благосостоянии и благополучии наших клиентов, но об их потребности получить помощь для того, чтобы стать более зрелыми людьми, более осознанными, и изменить весь мир, изменить его глобально. Трансперсиональная психотерапия создает связь между более глубокой психологической работой и духовным развитием. Трансперсиональная психотерапия должна помогать людям пробудиться к новым измерениям жизни, осознать свою связь с запредельным, с таинственным. По этой причине трансперсиональные опыты, которые могут быть вызваны самыми разными техниками или инструментами, очень важны в процессе пробуждения. Для многих людей очень часто существует некое до и после, и это способствует пробуждению новой осознанности, которая благоприятно воздействует на конкретных личностей и на людей вокруг них. И, конечно, сегодня нам необходимо работать над измерением коллективного. Нам нужно помнить, что человеческая инициатива начинается в сознании и в сердце каждого конкретного человека. Это значит, что сознание и состояние пробуждения сердца невероятно важны. Давайте посмотрим на тело как на метафору. Триллионы клеток работают не для самих себя, не для каждой из себя в отдельности, но для чего-то коллективного, для всего организма, для блага всего организма. Почему? Потому что у наших клеток нет эго. Если бы мы смогли работать подобным образом, я думаю, что мир пришел бы в баланс. Мир – это нечто системное, нечто взаимосвязанное, и каким-то образом то, что мы видим за пределами себя, является отражением того, что находится внутри нас. Очень легко смотреть с презрением на диктаторов и преследователей, которые ответственны за такое большое количество насилия, убийств. Но если я соглашусь с этим в своем сердце, если я в своем сердце соглашусь с тем, что мы все связаны, я таким же образом должна посмотреть внутрь себя, чтобы почувствовать отклик и некий резонанс с этими негативными энергиями, прежде чем осуждать других. Все формы духовной работы должны всегда быть связаны с внутренним и с внешним в равной степени. В прошлом году в своих лекциях и статьях я говорила о работах французского мусульманского философа Абденура Бидара, который опубликовал много текстов о духовности и братстве, которые говорят о ресурсах, позволяющих нам избежать апокалиптического будущего. Он говорит о том, что самая глубокая рана нашего мира заключается в том, что мы потеряли наши связи. И нам вновь необходимо починить порванную ткань этого мира. Нам необходимо стать ткачами, которые работают над воссозданием связи внутри человечества. Есть невероятно острая необходимость воссоздавать питательные связи человеческой жизни. Для него эти прорейхи в ткани мира являются той самой причиной, по которой мы лицезреем кризис, угрожающий человеческой цивилизации. Он объясняет, что ткачам придется работать в трех основных направлениях. Одно из них — вновь найти связь с нашим глубинным «я», источником нашей жизненности, витальности и творческого вдохновения, которое позволяет нам почувствовать связь с нашим духовным измерением. Второе — вновь обнаружить связь с другими людьми, разделять равенство, быть толерантными, существовать в мире. И это измерение помогает нам почувствовать братство и солидарность. Третье направление говорит о необходимости воссоздать связь с природой, с возможностью, с нашей способностью испытывать удивление, пробудиться к исцеляющей силе жизни и чувствовать симбиотическую связь с ней. И нашим приоритетом является забота о будущем, о нашем общем доме и наша приверженность защите экологии и устойчивого развития. Все вместе мы можем воссоздавать эту тройственную связь. Он говорит, что воссоздание этой тройственной связи невероятно важно с природой, с другими, с самими собой, спасая природу, спасая братство, спасая наши души. Вновь связываясь с творческой силой природы, с любовью, с внутренними ощущениями. Это выборода экологии в этих трех направлениях. Он настаивает, что первая связь, связь с самими собой, является ключом, является корнем в этом процессе восстановления порванной ткани мира, без подобной связи с нашим духовным измерением ничто не сможет сработать. Я согласна с тем, что первый шаг, начало, лежит в внутренней работе, лежит внутри нас. Нам необходимо осознать и помочь другим осознать, что их, свою духовную, божественную природу, без подобного осознания люди не смогут войти в более глубокие процессы трансформации и изменения. У нас в трансперсональной психологии существует большое количество инструментов, которые позволяют раскрыть нашу тень и открыть наши сердца к принятию любви и состраданиям. Итак, несколько слов о коллективном. Первая взаимосвязь говорит о связи с самими собой, с своей душой, с жизнью и духовным измерением. Но вторая связь говорит нам о необходимости почувствовать свою связь со всем человечеством и восстановить чувство братства, которое, согласно Бидару, является ресурсом устойчивого развития устойчивой энергии в 21 веке. Нам необходимо обратить внимание на людей вокруг нас, и мы все живем, и понять, что мы живем в большом мире. Нам необходимо освободить себя и позволить себе участвовать, соучаствовать, влюбляться. Таким образом, мы сможем заботиться о мире глубже. И будем заботиться не только о нашем маленьком «я». Потрясающе, что сегодня, несмотря на все предупреждения, несмотря на всю озабоченность известных ученых, политики все еще не работают над изменением, над радикальным изменением, необходимым для того, чтобы обезопасить наших детей и наших внуков. Невероятно, как же они слепы. Однако, рядом с этими слепыми политиками, которые продолжают верить и предлагать решения, которые создают все больше проблем, появляется все больше и больше людей с небольшими инициативами, которые занимаются чем-то конкретным, какими-то ведущими к настоящему благополучию делами и приносят маленькие изменения на уже, пусть еще на маленьком уровне. И, конечно, существует много проектов, которые сегодня возникают, и мы также имеем огромное количество примеров в маленьких городах и деревнях, в различных сферах жизни, повседневной жизни, как люди что-то создают и взращивают, и это действительно примечательно. В 90-х Пол Рэй и Шерри Андерсон называли подобных людей культурными творцами, cultural creatives. И у них у всех есть четыре общих качества. Первое, они откликаются на ценности феминности, я вернусь к этому позднее. Второе, заключается в принятии интеграции ценностей экологии и устойчивого развития. Третье, в социальной озабоченности и солидарности. И четвертое, в интеграции духовного измерения. Эти культурные создатели, культурные творцы представляют 35% населения Западного мира, и их число растет, и это действительно вдохновляет. Я глубоко верю подобным проявлениям, которые показывают, что мир возможен, что возможен такой мир, где люди могут действовать, каждый на своем месте, объединяться с людьми вокруг себя. И это новая форма революции. Первая революция – это такая, при которой старая система должна быть опрокинута, но там, где она становится забытой и претерпевает катастрофу. Ткачи станут новыми глашатаями этой новой антропологии, этого братства, согласно которому человек никем не является без своей связи с другими, без этого чувства братства, как говорит Бидар, обденут. Все проблемы, с которыми сталкивается наша цивилизация, связаны друг с другом. И мы должны понимать, что очень часто сталкиваемся с трагическим разрушением земли, воды и природы, не чувствуя свою связь с естественной природой. Когда группа людей вовлекается в действие по охране фермерства, по защите его от больших химических компаний, которые загрязняют окружающую среду, они работают над тем, чтобы защищать фермеров, потребителей и всю планету. Я могу сказать, что я вижу эту глобальную ситуацию в мире, но я очень позитивно настроена, когда я вижу всех этих удивительных людей, которые работают и совершают какие-то конкретные, маленькие поступки, но их поступки основаны на целостном видении. Эта ситуация показывает серьезную разницу между прогрессом и эволюцией. прогресс относится к технологии, а эволюция раскрывает психологическое и духовное развитие, духовную эволюцию. С 18 века западное общество было сфокусировано на развитии средств производства и технологического прогресса. Наш стиль жизни невероятно изменился в 20 веке и в 21 веке также. Средства коммуникации, и транспорта, компьютерные технологии, интернет, роботы полностью изменили нашу повседневную жизнь, и это результат технологического прогресса. И это развитие привело нас к тому, о чем мы даже и не могли мечтать. Изначально подобное развитие являлось обещанием, давало обещание сделать мужчин и женщин более счастливыми, облегчить их жизнь и позволить им найти больше времени для того, чтобы наслаждаться жизнью. Но если мы посмотрим на ситуацию, в которой мы сегодня живем, то мы будем разочарованы. Человечеству не удалось пока дойти до того уровня благосостояния и исполненности. Мы пришли к тому, что технологический прогресс не подконтролен, и он ставит под угрозу наше выживание. Это как ужасная шутка. И в этом смысле мы должны стремиться к прогрессу, который позволил нам забыть наши души, сердца и нашу духовную жизнь. Мы забыли самую суть того, кем мы являемся. Мы сфокусировались на наших эго и на потребностях наших эго. И это трагедия. Нам необходимо восстановить связь с тем, что было разорвано. Нам необходимо сделать это совместно. Нам необходимо воссоединиться с людьми из других культур, из других социальных слоев, людьми, которые думают иначе. Нам необходимо восстановиться с природой. И неотъемлемой частью этого является восстановление связи с чем-то большим, чем наше маленькое «я», с чем-то, что является истинным источником любви и творчества. Но, конечно, нам необходимо быть очень осторожными с технологическим прогрессом и быть более озабоченными в отношении нашей психологической и духовной эволюции как индивидов и как вида. Как же может трансперсональное внести свой вклад в будущее? Я попыталась продемонстрировать необходимость в настоящей эволюции как на персональном, так и на коррективном уровне. Трансперсональное движение позволяет нам описать последствия подавления нашей духовной реальности. И с тех пор, как мы понимаем, что каждый из нас связан с единым целом, внутренняя эволюция каждого из нас влияет на целое, на нас всех вместе. Я упоминала, что трансперсональная психология это очень эффективный путь к пробуждению, к новой осознанности, к получению новой перспективы, нового взгляда на то, кем я являюсь, моим эго или сущностью. На протяжении столетий мы развивали в основном наше левое полушарие, которое связано с мускулинными энергиями, рационализмом, оценкой, суждениями, мышлением, соревнованиям, но используя наше левое полушарие, мы оказались отторванными от правого полушария и начали презирать его. Мы создали тип общества, которое мы называем западным миром, со всеми ужасными последствиями, которым ведет подобное общество и подобный способ мыслей. и сегодня необходимо изменить эту ситуацию, когда доминирует левое полушарие. Нам необходимо найти новые пути развития, которые доступны. Как только мы обращаем внимание на правое полушарие, они связаны с феминными энергиями, воображением, творчеством, интуицией, глубокими чувствами, такими как любовь, благодарность, состраданиями. Если доминирует левое полушарие, то мы фокусируемся на том, что мы можем измерить. Если доминирует правое полушарие, то мы фокусируемся на существенном, неизмеримом, на любви, вере, смелости. Когда левое полушарие хочет заниматься экономикой для того, чтобы все время создавать все больше и больше денег, оно не заботится о том вреде, который наносит при этом всем населению и планете. Правое полушарие будет заботиться и будет принимать такие решения, которые включают все эти параметры, все эти вопросы. А это полушарие, оно инклюзивное, оно включающее. левое полушарие, это полушарие. в основном оперирует понятиями прошлого и будущего, прошлого для того, чтобы помнить, как все происходило, и будущего для того, чтобы предвидеть, как все будет происходить. Правое полушарие способно оставаться в настоящем моменте, и настоящий момент это единственная возможность, единственная точка в пространстве и времени, когда мы можем соединиться с полным диапазоном нашей истинной природы. У нас нет другого выбора. Если человеческие существа не будут развиваться и не будут включать свое правое полушарие, то кризис, с которым мы сталкиваемся сегодня, приведет нас к ужасным последствиям, к ужасной катастрофе. И если мы будем верить в эти истории, которые рано шептывают нам левое полушарие в эти суждения, то нас ждет катастрофа. Трансперсональное движение, трансперсональному движению необходимо быть более активным и идти вовне в контексте психологии, психотерапии, образования являются одной из первостепенных задач, потому что мы растим наших детей, и те ценности, которые мы передаем нашим детям, влияют на все общество, все сообщество. Фокусируясь на сотрудничестве и эмпатии, вместо соревнований и достижений, мы таким образом фундаментально меняем будущее социальных отношений, будущие отношения в обществе. И таким образом мы становимся ткачами, как говорил Пидар, которые участвуют в создании и восстановлении разрушенных связей. И я думаю, что трансперсональное движение должно очень активно участвовать в подобном ткачестве. Нам необходимо сотрудничать и возводить связи за пределами нашего трансперсонального сообщества. И для этих целей мы взываем к тому, чтобы наш разум был открыт и пробужден. Мы взываем к нашему творческому началу. Я говорила о независимости и о внутренней взаимосвязанности, зависимости с другими, но на уровне нашей сущности мы все являемся одним целым. И мы участвуем в решении этих проблем, являясь одним целым, мы таким образом ответственны за все, что происходит в мире. И если мы хотим изменить мир, тогда нам необходимо изменить самих себя. И сегодня мы находимся на таком этапе нашей жизни, когда вместо того, чтобы обращать взгляд на то, что нам нужно и чего мы хотим, пришло время подумать о том, как наша жизнь, как мы можем послужить, какой вклад мы можем принести, какой вклад мы можем принести в общее дело. И это абсолютно другой взгляд на вещи. Если мы считаем себя членами трансперсонального сообщества, то нам необходимо взять на себя ответственность, выйти из пещеры, выйти из своей зоны комфорта, рискнуть, чтобы действительно действовать и вести себя в соответствии с нашими ценностями и потребностями самых хрупких из нас, в соответствии с тем, что мы можем включить в себя в нашем сердце весь мир и совершать конкретные действия в сотрудничестве с другими. Спасибо. 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 Спасибо.